Под медицинским наблюдением из-за угрозы коронавируса в Чувашии находится 270 человек. Чтобы противодействовать распространению заболевания, все больше предприятий республики переходят на дистанционный режим работы. В Роспотребнадзоре рекомендуют не выезжать в заграничные командировки. Профилактические меры ужесточили и в правительстве региона. Подробности у Дмитрия Ковалева. В условиях режима повышенной готовности даже в Доме правительства рекомендовано не собираться массово. В узком составе сегодня проходило и рабочее совещание в Рио главы региона. В зале только руководители ведомств и телеоператоры, корреспонденты на удаленной видеосвязи. Исключили максимально необходимое количество участников. Органы власти республики временно ограничили личные приемы, отменены концерты, спортивные турниры. Техникумы и вузы переведены на дистанционный режим работы. Такие меры, отметил Олег Николаев, принимаются для защиты жителей от респираторных заболеваний. Соблюдать рекомендации медиков обязаны все. У нас порядка 200 человек, это 196 на сегодняшний день. Человек, которые находятся в режиме наблюдения в разной степени. 26 из них находятся под наблюдением в медицинских организациях. Мы с вами были свидетелями на прошлой неделе того, что, к сожалению, достаточно высокопоставленный наш коллега, который является самым главным врачом и должностным лицом в системе органов государственной власти, допустил слегка, скажем так, пренебрежительное отношение к исполнению норм самоизоляции. Пришлось проводить определенные беседы с нашим коллегой. Просьба контролировать этот процесс и держать, скажем, под особым контролем, в том числе проводить дополнительные беседы. Перед стартом весеннего призыва на военную службу, который пройдет с апреля по июль, ограничения ведут на сборном пункте. Потому что место у нас будет порядково находиться одновременно до 100 человек на отправках. Именно вот конец мая, начало июня. По всей видимости, отправки мы начнем не как традиционно в апреле, а по всей видимости, после проведения парадных, торжественных, юбилейных мероприятий. На особом контроле правительства цены и наличие продуктов в магазинах. Пик спроса пришелся на прошлую неделю. Но уже в ближайшие дни ситуация должна стабилизироваться. Чтобы не допустить дефицита, товары в торговые сети со складов доставляют ежедневно. Работу перевозчикам облегчит отмена ограничений движения по дорогам. Если основные федеральные сети осуществляли завоз в двухдневном режиме, то начиная уже с середины недели они перешли на ежедневный режим завоза продуктов питания и прогнозируют, что на этой неделе все войдут в нормальный режим работы. В условиях пандемии, отметил Олег Николаев, на первый план выходит и поддержка реального сектора экономики региона. Предприятиям республики готово пойти навстречу и налоговая служба. При ФНС на сегодняшний день тоже создан оперативный штаб, который ведет мониторинг состояния дел на хозяйствующих субъектов. И в случае, если у хозяйствующих субъектов ухудшается ситуация из-за влияния вот этой ситуации с новой формой коронавируса, то они готовы предоставлять в части отстрочки платежей по налогам, с тем, чтобы не допустить предбранкотного и банкротного состояния предприятий из-за влияния этих обстоятельств. Между тем, в республике на базе УФСИ наладили выпуск медицинских масок. На этой неделе продукция должна поступить в торговые сети и больницы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.